МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И оправдания обоснованы. И премьер, и подсудимый в чем на сей раз подозревают главу израильского правительства и что он рассказал на допросе. Четвертая годовщина Иловайской трагедии и Народный день памяти отмечают сегодня в Украине. Именно ценой жизни погибших на Донбассе воинов наша страна сохранила свою независимость, написал на своей странице в Фейсбуке президент Петр Порошенко. По его словам, каждая прерванная жизнь – это преступление России, за которое она ответит. Главная военная прокуратура, напомню, практически завершила расследование событий под Иловайском в 2014 году. Тогда там погибли 366 украинских воинов, более 400 получили ранения и 300 бойцов попали в плен. В столице почтили память погибших защитников Украины. Четыре года назад под Иловайском российские войска расстреляли колонны украинских бойцов, которым пообещали зеленый коридор. Что сегодня просили у президента ветераны и родственники погибших, расскажет Игорь Левенок. Это за четыре дня до гибели. Для Надежды Сергеевны вот таким навсегда останется сын Максим. Он погиб под Иловайском. Киевлянину Максиму Харченко было 36 лет. Его фотография на стене памяти среди защитников Украины, которые приняли смерть в бою с оккупантами 29 августа 2014-го. Максим обеспечивал эвакуацию раненых из Иловайска. Погиб в результате вражеского обстрела из тяжелой артиллерии. Псковская дивизия уже, как бы говорят, ждала их. Их расстреливали сутки, сутки. Ребята, у которых были винтовки, пулеметы и больше никакого снаряжения. Максим Харченко окончил Академию МВД, но после учебы подписал контракт с вооруженными силами. Неоднократно участвовал в миротворческих миссиях в Ираке и Либерии. Был профессиональным снайпером. Вот он. В 2004-м в Ираке парень попал в объектив. А когда началась война на Донбассе, Максим, не раздумывая, пошел добровольцам на фронт. Мать отговаривала, сердцем чуяла беду. Вы не можете себе представить, как даже и на колени остановилась. Я говорила, сыночек, а если ранят? Ну, ранят. Я говорю, а если убьют? Он мне говорил, мама, я солдат. Я тебе всегда говорила, что я воин, и ты должна быть готова к любой моей доле. Игорь – последний, кто видел Максима Харченко живым. Российские военные ударили по их колонне из танков, градов и артиллерии. Он сидел на БМП, и потом, подчас обстрелу, числитив из БМП, или что, для меня достаточное, как бы не зрозумело, очень много событий, но мы не можем отновить. Обезглавленное тело сына мать смогла похоронить только через три месяца. Его доставила миссия эвакуация 200. Без отца осталось двое детей. Конкретно мы до сих пор не знаем, как он остался без головы, мы не знаем. Делали ДНК мое, детей, и у него в ноге была пластина с номером шита, и по этой титановой пластине на номере. Возле стен Михайловского собора установили электронный терминал с видеоматериалами и информацией о каждом павшем воине. Участники мемориальной акции призвали президента объявить 29 августа общенациональным днем памяти погибших защитников Украины. Игорь Левенок, Павел Лысенко, подробности, телеканал Интер. Почтили память погибших героев сегодня во всех городах и селах Украины, ведь Тиловайская трагедия коснулась почти каждого уголка нашей страны. Сотни людей собрались на главных улицах с цветами и фотографиями погибших героев. Многие приносили подсолнухи как символ трагедии, ведь именно в цветущих полях расстреляли колонны украинских бойцов. Отслужили панахиды и вспоминали события той трагедии, а вечером на улицах зажгли свечи. В Львовской области встречали очередную воинскую бригаду. Все 4000 бойцов вернулись домой с передовой на Донбассе. Впереди долгожданный отдых и встреча с родными продолжит Галина Якушко. Виталию 8. Он точно не знает, кем служит его отец на фронте, но твердо уверен, папа герой и защищает Украину. Тату говорит, что они там ездят, они там твой. Тот там працюет, что там машины он делает. И он такой, кто-то кому-то там славен и везет. Твердым шагом несколько сотен военных 24-й механизированной бригады идут по центральным улицам Яврова. В руках фотографии боевых побратимов, которые не вернулись с войны. Таких около сотни. Городность за нашу Украину, за наше украинское войско, что они молодцы. И шкода, что много портретов с ястричками у них в руках. Здесь почти в каждой семье кто-то из родных военнослужащих. Некоторые ждут брата или сына, другие любимого. Но больше всего радуются возвращению отцов, дети. Дети просто ждут, они чувствуют, что папа далеко. Они хвилюются просто. Батьки, ученики, которых я учу. Тривожно, радостно, что они те, кто живые, приехали домой счастливые. Георгий с сестрой старшеклассники в шеренге высматривают не только отца, но и мать. Иногда бывает даже плакать. Плачешь, потому что подзвонят и говорят, что их обстрелят. Они стараются нам не говорить о том, как дети, чтобы мы не переживали. Но так, нас обстрел, мы бежим в окоп и все. И я жива. Тут у меня есть орден Богдана Хмельницкого. Я получил его за участие в вызвании на сельном пункте Славянск. Тут у меня замужность третьего ступеня. Я получил тоже за бои в 2014 году. Сергей Стретяк показывает награды. Ему 26. Он самый молодой командир батальона во всей Украине. В первую очередь, что за все свое житие, я думаю, я больше никогда не вижу столько в одном месте, столько людей, которые готовы друг за другом отдать свое житие. В 24-й механизированной бригаде служат 4 тысячи военных из разных городов Украины. В части бойцы пробудут еще день, а уже завтра разъедутся по домам. Глина и Кошки, Ирия Голубинка. Подробности телеканал Интер-Львовская область. Без потерь, но под обстрелами. Боевики на Донбассе продолжают вести огонь по оппозициям наших военных. Сегодня противник уже шесть раз нарушал режим тишины. Больше всего палили в районе станицы Луганска и Крымского. Противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также военным пришлось закрыть КПП Новотроицкое. Из-за возгорания сухой травы там начали взрываться мины. Школьное перемирие должно стать важным шагом к устойчивому миру на Донбассе. Об этом заявил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Но при этом нужно искать политический путь выхода из конфликта. Оппозиционеры постоянно выступают с предложениями, цель которых достижение мира на востоке страны. Мы приветствуем любое перемирие, которое позволит прекратить убийство. И будем в частности способствовать, чтобы это продолжалось как можно дольше. Но надо решать вопрос кардинально. Надо заканчивать военный конфликт. Все люди этого хотят. Переходить к прямым переговорам с этими непризнанными республиками, с Российской Федерацией. Для того, чтобы выработать механизм остановки войны, возврата территории людей в Украину. Это принципиальная позиция нашей фракции. Базой является Минские соглашения. Это признал весь мир. Социальная защита – одна из главных проблем на Донбассе. Более 50 тысяч переселенцев нуждаются в помощи и поддержке. Сегодня в Луганской области провели выездное заседание комитета парламента по вопросам соцполитики. Детали в нашем сюжете. Свой визит в Луганскую область нардепы начинают с посещения недавно открытого центра админуслуг в Рубежном. С его появлением жизнь местных жителей стала немного легче. Теперь для получения необходимых документов нужно просто получить талончик в едином окне, а не бегать за чиновниками. Статус внутренней пронещенной особы, назначение приема документов по субсидии, детские пособия, все виды ДСД, допомога. Потом статус многодетной семьи, протидея, торги для людьми. Одна из самых наболевших проблем – получение субсидий за услуги ЖКХ. Нардеп Сергей Каплин обещает донести до столичных чиновников обращение простых людей. Я бы еще сутработник автоматически права на субсидии дала. После этого встреча с представителями профсоюзов. Сегодня все луганские профсоюзы поддержали создание национального совета лидеров профсоюзов при комитете соцполитики. Это будет армия настоящих бойцов, лидеров, представителей людей труда численностью более 30 тысяч человек. Это трудовой парламент нашей страны. Это конгресс людей труда. Такое есть в Австрии, в других европейских странах. Я такое сделаю в нашей стране. И больше вытирать ноги профсоюза никто не будет. Мы создали единый социальный штаб из афганцев, чернобыльцев, детей войны, шахтеров, переселенцев и, разумеется, военных пенсионеров. Параллельно нардепы посещают различные гуманитарные объекты. Например, вот этот центр помощи социально незащищенным в рубежном. Более 4 тысяч малоимущих получают здесь одежду и продукты. По словам Натальи Королевской, гуманитарная проблема Донбасса одна из самых острых в стране. Более 50 тысяч, только один северодонецк принял переселенцев. И это все наши земляки, это все люди, которые сегодня нуждаются в помощи и поддержке. За годы войны только 263 мирных человека и 8 детей погибли здесь, на Муганщине. И сегодня мы обсуждаем предоставление статуса мирным людям, пострадавших от войны. Оппозиционеры разработали законопроект, благодаря которому мирным жителям, пострадавшим из-за боевых действий, полагается целый ряд льгот. Но в сессионном зале его до сих пор не рассмотрели. Впрочем, нардепам удалось на местном уровне добиться того, чтобы этот статус получили дети, живущие возле линии разграничения. Андрей Кровец, подробности, телеканал Интер. Внедрение новой системы образования, результаты борьбы с контрабандой и штрафы для злостных неплатильщиков алиментов. Об этом мы не только сегодня говорили на очередном заседании Кабмина. Подробности расскажет Ольга Теребинская. 395 миллиардов гривен за 7 месяцев. Столько средств в госбюджет передала государственная фискальная служба за счет борьбы с контрабандой. По словам главы ведомства Мирослава Продана, поступления выросли на 15%. Только за последние 4 месяца таможенники обнаружили рекордное количество янтаря, драгоценностей и наркотиков, которые пытались провести через границу Украины. Если распределить находление в разрезе податковых и митных, то динамика будет иметь следующий взгляд. 216 миллиардов, або додатково почти 19% спрямовано от податковых платежей и более 10% спрямовано от митного направления. Ежедневно из тени выводят сотни миллионов гривен, рапортуют фискалы. И это только начало, уверяет глава правительства. Чи не вперше мы реально почали закручивать гайки там, где схемы выявлены. Только в минулом году мы дали плюс 70 миллиардов. Я наголошу, это справа, честь и государство, чтобы мы все были объединены вокруг служения Украины. Еще одна топ-тема сегодняшнего заседания – подготовка к учебному процессу. Профильный министр Лилия Гриневич напомнила родителям-первоклассникам, что отныне первый месяц обучения адаптационный. Это означает, что в протяжении всего времени дети знакомятся с школой, классом. Увага! Ранец носят без тяжелого приладья и книжок. Выучают безопасную дорогу от дома до школы. По словам Гриневича, в этом году планируют напечатать 18,5 миллионов учебников. Однако из-за судов, ограниченных возможностей украинских типографий и недочетов в редактировании не все школьники получат свои книги вовремя. Но электронные версии учебников по всем предметам уже есть на сайте Института модернизации содержания образования. Реформа образования – длительный процесс, результаты которого будут ощутимы лишь через 10-12 лет. Но очень важно уже сейчас заботиться о тех, кто обучает подрастающее поколение украинцев. Надо отметить, что школа – это не только стены, партии, новые программы, учебники, а это также и украинский учитель, который должен чувствовать на себе величайную повагу. А уже с сегодняшнего дня ввели пеню для злостных неплательщиков алиментов. Если долг перевалил за год, дополнительно придется заплатить еще штрафные 20%. Если задолженность достигла двух лет – 30%, а если трех, то платить придется больше еще на 50%. И для того, чтобы получить эти средства, не нужно будет бегать по судам. Перерасчет происходит автоматически. Ольга Теребинская, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Газовый кризис в столице. На Кнофтогаз по-прежнему отказывается поставлять голубое топливо, пока Киев не рассчитается с долгами. Это грозит срывом отопительного сезона. Почему сложилась такая ситуация и могут ли киевляне рассчитывать на горячую воду и тепло, разбирались наши корреспонденты. Чтобы не допустить срыва отопительного сезона, мэр Киева Виталий Кличко обратился за помощью к правительству. Он отметил, что в городе сложилась критическая ситуация с поставками газа. Нет возможности заключить договор Киев-Теплоэнерго с «Нафтогазом» через невырешение вопроса боргов. Борги выникли в наследок кризис в тарифах. Сумма складывает на сегодняшний день 729 миллионов 560 тысяч гривен. Единый механизм компенсации боргу – это принятие соответствующей постановки Кабинета Министров. Выделить деньги, чтобы разобраться с долгами, пообещал премьер Владимир Гройсман. Он попросил включить этот вопрос в повестку дня правительства и дал поручение Минфину найти источники финансирования. Я пообещал, что мы допоможем Киеву и киянам выйти из этой сложной ситуации. Мы работали с коллегами по уряду и максимально нашли возможности для того, чтобы поддерживать Киев. Я думаю, что тут разбежности не будет. Очень важно вчасно подготовиться к опаленному сезону и его распочать. Но, я думаю, что тут нет разбежности в уряде. Мы поддержим и допоможем. Разбирательства между столицей и газовым монополистом длятся уже полгода. Сотни котелин, которые в мае были переданы из баланса Киевэнерго, новому коммунальному предприятию. Киевтеплоэнерго до сих пор простаивает. Нефтогаз отказался поставлять голубое топливо, пока столица не рассчитается с долгами. Дескать, у предыдущего контрагента Киевэнерго перед монополистом огромный долг. Почти 5 миллиардов гривен. Из них больше миллиарда – это начисленные на комштрафы. По факту этот долг пытаются повесить на киевлян. Власти Киева намерены оспаривать это в судах. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности – телеганал Интер. Отопительный сезон по всей Украине также на грани срыва. Представители компаний-операторов газораспределительных сетей бьют тревогу. Отрасли из-за мизерных зарплат ежедневно покидают сотрудники. Почему сложилась такая ситуация и как нужно решить проблему, выясняли наши корреспонденты. Работают в убыток, да еще и за минимальную оплату. Газовщики приводят статистику. Их зарплаты на треть меньше, чем у промышленников, и наполовину, чем у энергетиков. Из-за сложной финансовой ситуации только за последние два года отрасль покинули около 20 тысяч сотрудников. У нас в июне месяце средняя заработная плата составила по ПАТу 6 027 гривен. Почему июнь? Просто для сравнения есть статистика. Последняя за июнь, июльской еще нет. Так вот, средняя заработная плата по промышленности по Днепропетровской области за тот же период – 10 264 гривен. Нехватка кадров в компаниях газораспределительных сетей сегодня составляет в среднем по стране практически 25%. Об этом говорят на самих предприятиях. В небольших населенных пунктах ситуация уже критическая. В ремонтных бригадах, которые должны состоять из трех человек, часто остается только один слесарь. Аварийные машины неисправны, поэтому выезжать на плановые работы не на чем. В первую очередь отрасль покидает квалифицированные сотрудники с большим опытом работы. Новые кадры подобрать сложно, и на их обучение уйдет минимум два года. Те люди, которые увольняются с предприятия, то есть еще раз обращу внимание, это работники службы сетей, это работники, которые занимаются наладкой и регулировкой оборудования газовое. Мы с таким тарифом и с такими зарплатами придем к тому, что через два года просто некому будет выполнять работы. В профсоюзе газовщиков объясняют причина в неправильном тарифе. С 2016-го его распределяют так. 7 гривен за кубометр голубого топлива 12 копеек получает поставщик газа. 22 начисляют трансгазу. 51 копейка идет на услуги обл или горгазов. Гривня и 16 копеек это отчисление в бюджет. И 4 гривны 94 копейки монопольный доход нафтогаза. В профсоюзе утверждают, тариф необходимо менять. Уже разработана новая формула, которая утверждена в Нацкомиссии по регулированию комуслуг. Но последнее слово за правительством. Если бы сегодня перераспределить эти деньги и добавить еще этих 20 копеек на облгазы, я думаю, что никому бы от этого не было бы плохо. Не увеличивая цену на газ. Можно забрать в одного оператора, дать другому. Там, где 4 гривни 94 копейки, было бы 4 гривни 74 копейки. Я думаю, что им бы за месяц 39 миллиардов хватило бы 28. Ну, я грубо сказать 28. Хватило бы 32. Потому что потом они прямые меньше бы дали. Впрочем, 20 копеек целую отрасль спасти не смогут, уверены энергетические эксперты. Вопрос глобальнее. Ресурс газораспределительных сетей не безграничен. А это означает, что материальную базу необходимо постоянно модернизировать и содержать в хорошем состоянии. Давайте не забывать о том, что сети нужно модернизировать. Я не говорю о модернизации, их нужно просто ремонтировать. Там уровень амортизации просто колоссальный. По отдельным компаниям он превышает, я думаю, 60-65%. Понимаете? 70%. Поэтому от этого мы тоже никуда не уйдем. Вопрос зарплаты это частный вопрос. Это уже крик души. Потому что люди просто-напросто уезжают в Польшу. Понятно, что власть украинская фактически создала такую ситуацию, когда в стране невыгодно работать. Ну, кроме как в нефтегазе, например, укргаздобыча, где люди получают десятки тысяч гривен, причем на самых рядовых, даже часто на рядовых должностях. И в принципе не несут ответственности ни за что. Тем временем газовщики утверждают, что отопительный сезон по всей стране на грани срыва. Запускать и ремонтировать газораспределительные системы практически некому. Если правительство не решит вопрос с распределением тарифа в ближайшее время, то уже через месяц возможна остановка всей системы. А газовщики могут выйти на массовые акции протеста. Александр Васильченко, Олег Неводомский. Подробности телеканал Интер. К слову, не только глава «Нафтогаза» оказался в лидерах антирейтинга народных симпатий. Опрос провела социологическая группа «Рейтинг» по заказу американского международного республиканского института в итоге. Возглавила список исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун. Она набрала 46% антинародных симпатий. На втором месте руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев. Против него высказались 20% опрошенных. Чуть меньше, 18% недолюбливают директора НАБУ Артема Сытника. Всего в топ антисимпатий попали 21 политик и 1 чиновник. В опросе участвовали 2400 респондентов. Продавать или не продавать о судьбе украинских черноземов сегодня говорили в Николаеве. Здесь прошел межрегиональный форум фермеров. Приехала и лидер Батьковщины Юлия Тимошенко. По ее словам, отменять мораторий на продажу цельхозземель нельзя. Ведь это попросту уничтожит фермеров. Какие проблемы обсуждали еще? Детали о материале. Сегодня в Николаев съехались фермеры из южных областей. Николаевской, Одесской, Херсонской. Собрались на форум, чтобы обсудить, каким должен быть новый аграрный курс Украины. Инициатором стала лидер партии Батьковщина Юлия Тимошенко. Форум один из этапов объединения всех сельхозпроизводителей страны. Говорили и о меморандуме, подписанном между аграрными ассоциациями и Батьковщиной. Я переподел, что этот документ, подальше наше коллективное написание тех действий, которые нужно выкладывать в новом экономическом курсе, в виде его фундамента, в новом аграрном курсе, даст возможность сделать Украину аграрную на государство на лучшую свете. Проблем в сельском хозяйстве много. В частности, неподъемные цены на энергоносители, нечестная конкуренция. Заоблачными считают фермеры и налоги за аренду земли. Стоимость одного гектара начинается от двух тысяч гривен. Правда, некоторые предпочитают не платить и находят незаконные схемы. И он тоже конкурирует за землю. Он приходит к пайщику и говорит, слушай, а давай я тебе буду платить кэшем. Ты, соответственно, еще и получишь субсидию, которую ты не получишь, если это будет легальный фермер у тебя арендовать. Или ты получишь меньше. И он забирает землю у того, кто работает легально. Что происходит дальше? А дальше громада не получает денег. По мнению Юлии Тимошенко, положительные изменения в сельхозотрасли Украины возможны только после полной перезагрузки власти в стране. Политика акцентировала внимание на необходимости создания новой конституции. Далее изменения в судебной системе, создание механизма общественного контроля за деятельностью всех ветвей власти. Мы, власне, по крихтам збираем те поради, которые нам дают сегодня люди для того, чтобы наша новая политика, наш новый курс был наполнен реальным, важливым и эффективным сместом. Чтобы в новом курсе были зібраны все найкращие порады и думки той креативной частини украинского суспільства, яка сегодня просто откинула деючую владельцу. Подобные форумы лидер Батьковщины планирует проводить и в других областях. После все предложения лягут в основу программы развития аграрного сектора Украины. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. В сети появилось видео того, как в центре Киева подорвали офис адвокатской компании. Напомню, взрыв прогремел вчера в Подольском районе. На глазах у прохожих неизвестные в масках атаковали компанию госзакупки онлайн. На место прибыли около двух десятков правоохранителей. В ходе инцидента никто не пострадал. Преступления без наказания. В Черкассах два с половиной месяца не могут установить виновников смертельного ДТП. Еще 17 июня экс-депутат Черкасского облсовета налетела на трассе на двух велосипедистов. От сильного удара Алексей Гончар скончался на месте. Его девушка Анна получила многочисленные травмы. Станислав Кухарчук продолжит. Эти кадры были сняты через час после трагедии. На обочине трассы тело велосипедиста, полиция и белый мерседес. Экс-депутата Черкасского облсовета Любови Савченко. Спустя два месяца на месте аварии все еще лежат запчасти от машин и велосипедов, которые иномарка буквально снесла с дороги. То, что осталось живой, Аня называет чудом. Алексей ехал позади девушки и вся сила удара пришлась именно на него. Аня отделалась многочисленными ушибами. На месте, где погиб Леша, родные установили импровизированный памятник. Плакат кто-то порвал, может быть погода, может быть люди. На плакате было написано «Ваши дети тоже на дорозе». Это Лешина сестра его рисовала. А здесь было написано «Закон один для всех». То, что справедливости придется именно добиваться, Аня поняла, когда узнала, кто их сбил. Больше месяца ей не предоставляли статус потерпевшей, а когда признали, не дали ознакомиться с материалами дела. Что тут странного? Человек с деньгами. Наверное, так оно и должно все идти. Были бы у меня деньги, наверное, оно бы разворачивалось по-другому, данное следствие. А так, так оно, наверное, и должно быть. Сразу после аварии адвоката и экс-депутата Любови Савченко предлагали потерпевшим деньги за отказ от претензий. Родные Алексея на сделку не пошли. С тех пор ни Савченко, ни ее представители на связь не выходят. Общаться с прессой сама бизнес-леги тоже не горит желанием. Это очень тяжело, это очень сложно. Это очень... Я не буду встречаться ни с одним каналом, потому что мне не очень вам сказать. Полиции же уверяют, производство расследуют объективно. Подозра не оголошена пока никому. Будет вырешиваться питание проволочения подозрений лишь после того, как не идут до слез в результаты экспертизы. Правда, ждать этих результатов нужно долго. Станислав Кухарчук, Дал Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Чехия не будет принимать больше беженцев, потому что принимает украинцев. Об этом заявил чешский премьер ранее. Подобные заявления звучали и от польских властей. Что это за украинские мигранты и сколько их узнавала Елена Абрамович? О мигрантах из Украины чешский премьер заговорил, протестуя против квот Брюсселя по распределению беженцев между странами Евросоюза. Якобы его страна переживает наплыв других переселенцев. Только за первые полгода 2018-го полиция Чехии задержала почти 2500 нелегальных мигрантов. И большинство из них не из стран Африки или Ближнего Востока, а из Украины, Молдовы и России. В прошлом году Чехия депортировала более тысячи украинцев. Чехия больше не примет ни одного беженца, который прибыл в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины. Пожаловался Андрей Бабиш и на отсутствие четкого плана действий в Евросоюзе. Обсудить детально вопрос он собирается с Вышеградской четверкой, куда помимо Чехии входит Словакия, Венгрия и Польша. Эти страны не хотят принимать беженцев. Мигрантов из Украины как аргумент в свою защиту ранее использовал и польский премьер. Заявлял, что Польша приняла миллионы украинцев. Однако риторика стихла после оглашения официальной статистики. За 10 месяцев прошлого года статус беженца Польша предоставила всего 56 украинцев. Там, как и в Чехии, большинство представителей нашей страны не беженцы, а экономические мигранты, которые получают не пособие, а разрешение на работу. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Только плохие новости. Дональд Трамп обвинил Гугл в предвзятости. Дескать, как не откроешь поисковик, выдают только негативные сообщения. И заодно пообещал разобраться с Фейсбуком и даже со своим любимым Твиттером. Что-то крыза злила президента, выяснил Дмитрий Анопченко. Раньше президента Америки расстраивала только пресса, но теперь он раскритиковал и поисковики. Раздражение вызвал тот факт, что каждый раз, когда он пишет в строке Гугла «Новости о Трампе», получает подборку исключительно критических статей. Результаты по запросу «Новости о Трампе» показывают только просмотры и сообщения фейковых новостных СМИ. Другими словами, они подделали для меня и для других таким образом, что почти все статьи и новости плохие. Фейковые СНН играют важную роль. Пожаловался Трамп в своем Твиттер-аккаунте и сделал вывод – Гугл и другие попросту прячут хорошие новости о нем. В самой кампании официально заявили – поиск никогда не используется, чтобы влиять на политику. И изменением результатов тоже никто не занимается. Но эти оправдания американского президента, похоже, не убедили. Даже после встречи с чиновниками ФИФА говорил не только о футболе. Набросился и на Гугл, и на остальных. Мол, в СМИ – фейк-ньюс, ну а в интернете – фейковый поиск. Думаю, что Гугл, что Твиттер с Фейсбуком идут сейчас по очень зыбкой почве. Им бы быть поосторожнее, ведь они не честны по отношению к большой части населения. При этом хозяин Белого дома уверен – с этой монополией на правду нужно бороться. Впечатление, что советники то ли не объяснили президенту, то ли сами не знают алгоритм поиска в Гугле. А там существует так называемый закон притяжения, благодаря которому результаты поиска по одним и тем же ключевым словам, вот скажем, Дональд Трамп, у разных людей тоже будут разными. Гугл ведь пытается в первую очередь показывать те результаты, которые, по его мнению, вас интересуют. Читаете много критических публикаций, ну, значит, и в результатах будет тоже много схожих материалов. Дональду Трампу в последнее время его помощники явно пересылают в основном линки на критические статьи «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк таймс», ну, значит, и результаты в Гугле автоматически тоже показывают очень много негатива. Но в Белом доме этим аргументам вряд ли поверят, и, позорившись с прессой, уже готовятся открывать второй фронт информационной войны. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Открыли и сразу же демонтировали. В Нью-Йоркском Вестбадене убрали статую президента Эрдогана, которую выставили на биеннале современного искусства. Почему, расскажет Татьяна Лагунова. Фестиваль современного искусства в Вестбадене только начался и продлится до конца недели. Но один из экспонатов биеннале уже убрали. Сегодня ночью организаторы демонтировали золотую статую президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Статуя раздора высотой в 4 метра, отлитая из бетона и выкрашенная в золотой цвет у ног, свеча и табличка «Свобода прессы». Она простояла в центре города ровно один день за это время. Противники турецкого президента написали десятки жалоб в полицию и попытались облить монумент краской. А его сторонники организовали возле статуи стихийный митинг, чтобы ее защитить. Этого и добивались, объясняет интендант биеннале. Дескать, на фестивале, который известен своими провокациями, хотели подискутировать о Турции и услышать разные мнения о ее лидере. Это нормально, обсуждать спорную фигуру Эрдогана. В других странах это невозможно, что очень прискорбно. Но здесь мы можем дискутировать и на тему статуи, и на тему самого человека. Дискуссия получилась жаркой. Я сам из Турции, и это мой президент. И мне нравится видеть здесь его статую. У каждого свое мнение, у меня такое. Это не мнение, это провокация. На его совести сотни человек. Почему? Почему на его совести люди? Потому что он купил власть, он диктатор. А у вас есть доказательства? Точку в этом споре поставили власти Визбадена, распорядившись демонтировать статую. Дескать, искусство искусством, но волнения в городе никому не нужны. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Очередное уголовное дело, в котором фигурирует израильский премьер Нетаньяхум. На этот раз речь идет о слиянии медиагигантов. Главу правительства уже допросили полицейские. Все подробности расскажет Сергей Ослендер. Все-таки Бенямин Нетаньяхум человек уникальный. Он, пожалуй, единственный в Израиле государственный деятель, который, будучи действующим премьер-министром, одновременно является и фигурантом нескольких уголовных дел. Это и расследование о закупках в Германии подводных лодок, которое проводилось без конкурса. Дело о дорогих подарках, которые он получал от известного бизнесмена, и попытки влиять на прессу. И вот новое дело, номер 4000. Телекоммуникационная компания Безе купила контрольный пакет другой подобной фирмы. Разрешение на сделку давало Министерство связи, а обязанности министра исполнял как раз сам Бенямин Нетаньяхум. Следствие считает, что сделка проводилась с нарушениями. Дело ведет прокуратура, которая в Израиле совершенно не подконтрольна правительству. Прокуратура, она автономная. Она подчиняется только юридическому советнику правительства, который является главным обвинителем Израиля. А на него надавить просто невозможно. По ходу следствия выяснилась любопытная деталь. Безеку принадлежит интернет-портал ВАЛА. Очень популярное в Израиле средство массовой информации. Так вот, как считают следователи, в обмен на разрешение сделки ВАЛА публиковала о премьер-министре материалы, скажем так, положительного содержания. В связи с подозрениями Нетаньягу допросили. Допрос проводили следователи из особого отдела полиции, который занимается коррупцией в высших эшелонах власти. Беседа длилась около четырех часов и проходила прямо в резиденции премьера. Сам Нетаньягу, разумеется, все обвинения против него отрицает и считает, что он никакого отношения ко всем этим конкурсам, подаркам и сделкам не имеет. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Столкновение в Ла-Манше из-за морских гребешков. Французские рыбаки напали на британских. По их мнению, соседи собирают слишком много моллюсков, уничтожая природные ресурсы. Подробности баталий далее в сюжете. Французские рыбаки атаковали британских ночью в проливе Ла-Манше в 22 километрах от побережья Нормандии. 35 судов против 5. Причина – морские гребешки. Французы считают, что у них неравные условия вылова по сравнению с британцами. Согласно двухстороннему договору, они могут собирать гребешки только с октября до середины мая, а те – круглый год. Поэтому требуют, чтобы сезон вылова начинался одинаково для всех. У нас есть квоты и только определенные часы, когда вылов разрешен. Для британцев же ограничений нет. Они могут ловить 7 дней в неделю. Поэтому и забирают все, приплывают, наполняют лодки и едут домой. Французские рыбаки бросали в британские лодки камнями и дымовыми шашками. Затем началась стрельба. Повреждены три французские корабля. Несколько судов столкнулись. Из людей никто не пострадал. Британские рыбаки попросили защиты у властей. А председатель Шотландской рыболовной ассоциации назвал инцидент чистым пиратством. Столкновения между рыбаками продолжались, пока не прибыла французская полиция. В конце концов, это того стоит. Они отплыли на более 20 морских миль. Впрочем, как говорят мои коллеги, мы выиграли бой, но проиграли войну. Столкновения из-за вылова морских гребешков в регионе длятся уже 15 лет. Между странами действовало соглашение. Но в этом году французская сторона его разорвала. Александра Осипова, подробности, телеканал Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в ЮЭЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok